Итак, у нас есть два шейдера, папочки шейдер для универсального материала и для стекла. Для того, чтобы обеспечить какое-то разнообразие визуализации, понадобится еще один шейдер, который принципиально отличается от предыдущих. То есть, первое, какое принципиальное отличие, все шейдеры, которые у нас есть, они предназначены для более или менее реалистичного отображения. Тот шейдер, на который я хочу сделать замену, такая любимая моя фишечка, использовать полупрозрачные шейдера с индитивным или мультипликативным наложением, перекрытием одного материала другим. Во всяком случае, мне это визуально нравится, это выглядит достаточно эффектно. И для того, чтобы обеспечить замену шейдера, замену визуализации реалистичной на нереалистичную, более инфографическую, понадобится этот шейдер. Первое, что я делаю, это создаю сам шейдер, и я назову его Arch Additive. Скопирую это название, Ctrl-C, нажимаю Enter. В этот момент шейдер компилируется, он создается, создается дефолтный шейдер, как обычно. Вот он готов, теперь если его открыть, вот что там будет, как обычно, это стандартный диффузный шейдер с одной текстурой, с сурфейсным воспроизведением поверхности, у которого есть альбедо и альфа. И в качестве альбедо поверхности его, то, что будет отображаться, это вот та самая текстура. В принципе, у меня отсюда ничего не нужно, я могу просто очистить, я убираю из Properties текстуру, я убираю вот отсюда все, все, что внутри CG Program. И как теперь скомпоновать этот шейдер? Значит, первое, что я сделаю, у меня будет единственный параметр, это цвет. Я назову его OverlayColor. Это, соответственно, будет иметь название в инспекторе OverlayColor. И после запятой тип Color. И задам сразу же какое-то значение. Ну, например, 0.5, красный оттенок Red. И по единичке GB. И альфа тоже 0.5. Вот так. То есть, это полупрозрачный, полукрасный материал. Точнее, нужно сделать вот так, чтобы это был красный материал. Ну, во всяком случае, сейчас посмотрим, что это получится такое. Это будет не красный, точнее. Чтобы это был красный, нужно вот так сделать. 1. 0.5. 0.5. Вот, в моем понимании, это что-то вроде красного. Такого оттенка. Чуть-чуть более красного. И дальше, ну, сразу посмотрим. У меня тут внутри, скорее всего, ничего не будет. Да, вот. Вот таким вот образом. И внутри, во-первых, для шейдера, в Tag я меняю значение RenderType на QE и Transparent. Transparent. То есть, это прозрачный материал. Очередность Transparent. Как он будет отрисовываться? Вот, 200 оставлю. Теперь у меня должна быть вот такая вещь. То, что у меня вот здесь вот в CG, оно должно пойти внутри пасса. То есть, я сделаю пасс. Вот так. То есть, все инструкции CG, сам выполняемый шейдер, будет внутри пасса. То есть, это однопроходный шейдер. И внутри субшейдера может быть несколько пассов. И им может быть подставлено имя для того, чтобы брать какой-то конкретный шейдер. Или обращаться, то есть, какой-то брать конкретный пасс, или обращаться к какому-то конкретному пассу. Но я не собираюсь обращаться к какому-то конкретному пассу, поэтому name не буду здесь задавать. Но каждый пасс может иметь имя. Теперь, точно так же, внутри пасса, я создаю такс, как обычно. То есть, то же самое, что здесь. Это тип отображения, тип отрисовки и очередность отрисовки. И здесь режим освещения, lighting mode, always, то есть, всегда будет освещен. Он таким образом не будет зависеть от освещения. Ни от какого-то освещения зависеть не будет. Дальше. Внутри CG начинается CG программ. И, во-первых, это будет уже не сурфейсный шейдер, а вертексно-фрагментный. Следовательно, вместо surface surf, вместо функции сурфейсного отображения, я задам вертексную. Сначала вертекс, 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 верт. Вот эта инструкция будет говорить, что воспроизводится вертексная функция. Это ее название вертексной функции. То же самое. Хэштег, прагма, инструкция и фрагментный. Вертексная часть отвечает за отрисовку вершин, за их расчет. Ну, то есть, например, может быть вертексный свет, может быть вертексное изменение положения вершин при помощи шейдера. А фрагментный он воспроизводит на пиксельном уровне. То есть, это то, что называется вершинно-пиксельными шейдерами. То есть, это пиксельная часть, которая отрисовывает сами пиксели экранные. И вертексная часть, которая отрисовывает геометрию. Когда у меня воспроизведены эти инструкции, то есть, я воспроизвожу эти функции при помощи инструкций. И теперь сами инструкции. Значит, во-первых, мне нужно провести сюда внутрь Overlay Color. То есть, сделать для него Definition. Fixed 4. Это 4 составляющих цвета RGBA. И Fixed, это 256, 8-битный цвет. Теперь Overlay Color. Закрываю строку. Теперь у меня есть вот эта переменная, которую я могу использовать внутри самого CG. Внутри CG программы. Теперь мне нужно создать struct UpData. Struct UpData возьмет Output. То есть, вертексный output, исходящий от данной вершин. Это может быть цвет, это может быть позишн. В данном случае я возьму позишн. Float 4. Вертекс вершины. И это то, что называется семантика, что берется позишн. То есть, я беру положение вершин таким образом. Вот так. После struct нужно закрыть обязательно строку. Вот в этом случае после фигурных скобок ставится точка запятой. Дальше. Struct. Ну, вот такое часто распространенное обозначение. V2F. Vertex to fragment. Это vertex input. То есть, входящие данные, которые будут передаваться во фрагментную часть. То есть, передаваться в функцию. Вот эту вот вершинную. И возвращать значение. И, соответственно, это же вот вот это же структурное значение struct будет браться эта вершинная часть будет браться для выполнения фрагментного шейдера. Значит, struct V2F то же самое фигурные скобки то же самое закрываем строку после фигурных скобок и внутри то же самое. то есть, я беру только позишн. То же самое. Теперь ну, собственно, вот позишн это единственное, что в данном случае нужно. Теперь V2F Vert это может называться, например, ну, как-то по-другому. То есть, вот это обозначение, оно некое абстрактное, оно может быть по-разному обозначено. А это вот, собственно, сама вершинная функция, которая в инструкции берется. И здесь какие значения мы берем AppData обозначим их как V. Вот они, это AppData берется сюда. И теперь фигурные скобки. Вот в данном случае после фигурных скобок не ставится эта функция. V2F O это то, что возвращаемое значение. И, соответственно, Return O что будет возвращаться? Вот это значение будет возвращаться. Вот оно V2F Vert O так оно обозначено. А теперь что это за значение? Что это за O? O Vert 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 И вот тут такая вот хитрая штучка. Это функция Mol Ну, например, если обратиться к мануалу к написанию шейдеров провидинг Vertex Data to Vertex Programs. То есть, как использовать вертексные данные для вертексной программы. Вот у нас здесь есть AppData, какие берутся данные вершинные. Base базовые, какие-то координаты, нормали. Tangent Normal Coordinate Full полностью все, какие есть, включая цвет, берутся. И вот она. Здесь есть примеры написания вертексно-фрагментных шейдеров. Можно посмотреть и, в общем-то, воспроизвести их. Вся исходная информация искомая на сайте NVIDIA. Там очень много о вертексно-фрагментных шейдерах. И вот, например, визуализацию UV. Вот здесь используется вот этот Mol функция и внутри. Ну, это фактически перемножение векторов. То есть мультипликативное действие, операция мультиплицирования чего одного шеи, одного одной матрицы на другую матрицу векторов. я вот затрудняюсь точно повторить, но смысл такой, что у нас есть Unity Matrix MVP это Matrix View Projection. То есть это некая юнитевая матрица скрытая от нас. То есть она просто здесь берется. Где она рассчитывается мы не видим. И это матрица того, как будет воспроизводиться View Projection. То есть как будет проецироваться геометрия на экран в виде пикселей. То есть нам нужна эта матрица для того, чтобы спроецировать вершины, всю геометрию вершинную в пространство экрана. И мы должны взять вот эту самую вершину наши, все вертексные данные. вот мы берем UpData V, что мы берем UpData Position и текстурные координаты. Они тоже находятся в вершинах, записаны в вершинах текстурные координаты. Поэтому они тут тоже воспроизводятся. Для того, чтобы что сделать? Визуализировать UV-развертку. И происходит трансформация матрицы из вершинных координат в координаты проекции V-порта. То есть в проекцию экранную. И таким образом видеокарта знает, где отрисовывать какие части геометрии. И возвращает значение Return отрисовывать Вот здесь тоже используется. То есть она фактически стандартная. Поэтому везде используется. Чуть более подробно где-то здесь написано, где-то в мануале описывается, что это такое. Ну, вот то, как я объяснил, это необходимо для того, чтобы спроектировать геометрию в экранную плоскость. Я это так понимаю. И теперь записываем Unity Matrix MVP и после запятой второй аргумент V Vertex Вот так. Теперь после этой функции мы воспроизводим фрагментную часть Fixed Frag и в качестве аргумента у нас тут V to F I Вот так он будет обозначен. То есть вот это VtoF она здесь обозначается как I. И должна присутствовать семантика что мы воспроизводим Color цвет. Теперь мы можем внутри фигурных скобок задать эту фрагментную функцию. Теперь как мы будем пиксели отрисовать, что мы будем делать. Единственное значение, которое мы должны возвращать Return Это наш Overlay Color. Return Overlay Color и закрываем. Все. На этом заканчивается воспроизведение шейдера. То есть мы должны вот только визуализировать этот цвет и через вершинный фрагментный шейдер. Вот таким вот образом. У него более запутанная немножко структура. то есть вершинно-фрагментный шейдер состоит из вот таких четырех кусков. Это входящие данные вершинные, исходящие вершинные, vertex output вот здесь, что будет исходить, vertex input, что берется, input VTF. Существует из вертексного верт воспроизведение, что должно возвращаться только геометрия и что должно из фрагментного шейдера возвращаться и отрисовываться только цвет. Вот такой чуть-чуть более запутанный, но вот эти значения, то есть в принципе если порассматривать тут вот какие вариации имеются, то в принципе не сложно, но он чуть более запутанный, требует определенного понимания, что и как. То есть чуть-чуть более низкоуровневая система описания шейдера. Это считается намного более правильно, чем используют сурфейсные, но можно их и комбинировать. То есть здесь можно воспроизвести еще и сурфейсные директивы pragma surface surf и точно так же использовать еще сурфейсный шейдер для того, чтобы еще работало ну какое-то освещение для сурфейсного шейдера, воспроизвести какую-то собственную модель освещения к примеру и использовать вертексные и фрагментные части. Ну к примеру вертексную часть для того, чтобы деформировать, трансформировать положение вершин, создавать какую-то анимацию или анимировать к примеру UV-развертку то есть это делается через вершинные ну и какие-то воспроизводить возможно фрагментные элементы плюс еще в пасах то есть у нас только один пас однопроходный ну можно расширить возможности визуализации очень здорово очень сильно за счет использования вершинных фрагментных и сурфейсных шейдеров теперь я сохраняю сейв смотрим так где-то у меня здесь ошибки имеются так вот она ошибка пропустил букву L получилось float не float из-за этого ошибка теперь смотрим save так еще где-то ошибка и еще одна ошибка fixit написал вместо fixit 4 умножить 4 цветовых значения значения цвета rgba я задал только одно поэтому шейдер не исполняется верно вот все теперь нету никаких ошибок теперь что мы можем сделать мы можем создать create какой-нибудь элемент я вот люблю например капсулу создавать более традиционно на ней видно лучше что происходит и подтащу ее куда-нибудь вот сюда внутрь помещения засуну чтобы можно было вот смотреть на нее чуть-чуть перекрывая какими-то элементами или просто на нее смотреть вот у нас есть такая капсулка и где-нибудь в какой-нибудь папочке вот у меня здесь под тремя восклицательными знаками чтобы она всегда сверху была я создам какой-нибудь материал материал назову ее тест один материал и теперь этот материал присвою капсуле беру капсулу в сцене и отправляю в межрендерер слот материалов вот он этот материал теперь здесь теперь я могу менять его это стандартный материал диффузный поэтому любой цвет можно задать не важно а вот чтобы мне шейдер найти вот он теперь у меня в кастомных лежит архетитив а у меня есть специальная директория архетитив 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 и теперь он у меня в архе архетитив архетитив как работает шейдер вот он сразу задал половину альфа 0.5 половину G&B и полностью красный цвет. Получился такой розоватый цвет. Теперь можно взять его и переставить на какой-то такой вот, к примеру, вот так, полукрасный. И что мы видим? Он абсолютно плоский. Вот то, чего я хотел достичь, как раз, чтобы этот шейдер, чтобы этот материал визуализировался при любых условиях освещения всегда одинаково. Абсолютно плоским каким-то цветом. Поэтому для этого нужен вершинный, уже вершинно-фрагментный шейдер для того, чтобы сурфейсные они реагируют на освещение, и чтобы это освещение вырубать как бы больше писанины. А так, получается, и можно этот шейдер расширять, что-то с ним делать. Теперь, что я дальше хочу сделать? Во-первых, я хочу добиться, чтобы он был аддитивно накладывался. Значит, мне теперь после сразу тега нужно написать следующее. blend one one вот и все. Что это такое? Это то, что называется blending и опять же шейдер лап синтаксисе в разделе пас шейдер лап синтакс blending смешивание. То есть, как этот материал, как он будет смешиваться с другими материалами. И вот какие у нас здесь есть возможности. аддитивное наложение субтрактивное, мин макс и так далее. То есть, все вариации, которые вы можете в фотошопе воспроизвести и как они здесь в синтаксисе отображаются. blend смешивание, исходный source factor и dest factor то есть destination назначение. Вот. И таким образом у строки смешивания должны быть три слова всего blend и вот например source alpha one минус src alpha это альфа blending то есть смешивание через альфа. Аддитивное смешивание blend one one почему потому что one это value one is source destination color come true fully ну то есть вот сложение аддитивное и вот это просто те строки которые можно использовать можно просто сделать вот так обычно все шейдерописцы берут отсюда все вот эти строки и отправляют их сюда вот таким образом вот так вот правильнее выделить все и выровнять или даже вот так взять и выровнять все вот так теперь мы можем просто закрывать те режимы смешивания которые нам не нужны через двойной слэш и использовать какой-то один поэтому можно просто продублировать шейдер задать ему какое-то новое имя и открыть просто открыть какой-то другой либо очень быстро поменять в шейдере тип визуализации например мультипликативный двухкратно мультипликативный перемножение цвета чтобы он темнее стал софт от детей в мягкое наложение теперь сохраняем сейф и смотрим что произойдет теперь вот я когда смотрю сквозь эту капсулу видно что сквозь нее просвечивают другие элементы уже в принципе этого достаточно что можно добавить с одной капсулой мало что будет видно поэтому я возьму материал Blackwood и поменяю его на Arch Additive и теперь вот примерно то что я хочу получить я вижу очевидным образом как это работает вот так вот это видно и к примеру вот если смотреть вот таким образом то очевидно что у меня там присутствует лесенка но через стену я ее не вижу а я хочу сделать чтобы у меня ступеньки просвечивали сквозь стену то есть не просто получить полупрозрачное такое положение этого этого цвета материала этого цвета на остальные но чтобы была видна лесенка что для этого нужно сделать нужно обратиться к кулингу и депт тестингу то есть то как отрисовываются полигоны друг за дружкой находящиеся и как отрисовывается глубина то есть эти полигоны по глубине разное положение занимают что у нас для этого предусмотрено кулинг значит вот есть три варианта кулбэк фронт и офф что будет если я сейчас подставлю сразу после тега например кул офф вы можете поэкспериментировать просто с вариантами вот так это делается кул офф или кул кулбэк вот таким вот образом вот я сделаю кул офф это кулинг вот такая вот ситуация получается то есть теперь немножко начинают стробить чуть-чуть полигончики их задняя часть тоже отрисовываются точнее наоборот не отрисовываются дальше вот здесь более детально disable cooling отключение кулинга все поверхности faces плоскости отрисовываются все плоскости если кул фронт то не будут отрисовываться все полигоны которые спереди которые фронтальные плоскости к нам кулбэк не будут отрисовываться те плоскости которые от нас которые мы не видим задней плоскости вот камеры отображенные вот z test и z write z write off что делает контролирует отрисовку пикселя объекта и по молчанию включено то есть для твердотельных объектов это нормально но если мы используем многочисленные прозрачности эффект многочисленных прозрачностей то рекомендуется z write off поставить соответственно так и делаем берем и z write off смотрим что поменялось вот так теперь соответственно ну намного ярче стало перестало стробить и теперь мы видим как отрисовка более интенсивная стала но я все еще не вижу моей ступеньки значит за это отвечает дальше z test z test отвечает за то какие объекты будут отрисовываться поверх каких то есть объект с этим шейдером как будет отрисовываться поверх других после других и не важно где он находится за объектом или перед ним он может находиться перед объектом но отрисовываться при этом после какого-то другого объекта с другим материалом и соответственно у нас вот есть z test и варианты вот последний вариант я сейчас испробую подставляем сюда z test и оставляю always вот так теперь все элементы с этим шейдером отрисовываются поверх других поверх обычных и создается такая очень интересная штука когда мы понимаем что это где-то находится там за объектами эти элементы но если им задать вот такой немножко какой-то чуть ярковатый цвет получается очень интересный эффект как бы вся структура видимая на просвет сквозь объект это именно то чего я хочу добиться чтобы вся структура была так вот просматриваем и это только лишь один материал сейчас работает то есть к примеру если я сейчас переключусь обратно на универсальный все снова станет так как было кроме вот этой капсулки если я переключусь снова на аддитивный вот таким вот образом получается и дальше мне нужна просто будет замена шейдеров еще один маленький такой нюанс это при переключении шейдеров у одного материала сохраняются настройки каждого шейдера то есть как только я какой-то шейдер включил настроил эти настройки сохраняются поэтому все что я настраивал для универсального шейдера оно осталось неизменным если же у вас у этих шейдеров будут какие-то одинаковые параметры например mine color будет обозначен как color после почерка color важно именно вот это название переменной если это название будет идентично в шейдерах вы не сможете настроить разные значения например будет mine color который будет обозначен шейдере как color если он в обоих шейдерах используется значит вы можете только одну настройку использовать она будет перекрываться другого шейдера поэтому я рекомендую каждого шейдера который предполагается замену составлять то есть если какие-то это идентичные типа вот как глаз бессмысленно менять идентичные шейдера на лету ну потому что зачем менять дерево на стекло а вот дерево на какую-то прозрачную более абстрактную поверхность изменять имеет смысл поэтому у таких шейдеров нужно переменные обозначать по-разному то есть название переменных должно быть различно поэтому когда я переключаюсь на аддитивный у меня настройки цвета сохраняются и у того и у другого то есть мне их не нужно менять теперь можно капсулку удалить и можно поэкспериментировать оставлю аддитивный и у шейдера к примеру отключаем blend one и буду использовать альфа блендинг посмотрим что в этом случае будет открываем альфа блендинг сохраняем смотрим вот такая ситуация когда теперь альфа имеет значение то есть это просто полупрозрачность какая-то такая вот и мы например можем видеть через светлые поверхности потому что этот шейдер отрисовывается поверх всех остальных и просто с какой-то полупрозрачностью вот как бы другая ситуация как можно просматривать каркас то есть в случае когда у нас такая светлая очень мы сквозь крышу можем рассматривать структуру всего этого сооружения на просвет что будет если поменять на мультипликативный вот у нас есть мультипликатив 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 это мультиплицирование теперь цвет должен быть немножко светлее ну например какой-то такой он тоже отрисовывается поверх но теперь он затемняет объекты то есть все объекты поверх которых он отрисовывается они темнеют и соответственно на просвет все материалы этого цвета они тоже друг на друга накладываются поэтому мультиплицируются вот так вплоть до абсолютно черного цвета ну вот эти три состояния их лучше всего использовать аддитивный альфа блендинг и мультипликативный я оставлю аддитивный лучше иметь даже три шейдера для этого ну просто менять название включать отключать и все внутри одного шейдера воспроизвести нельзя все сразу и верну значение какое-то вот такое для аддитивного это альфа не имеет никакого значения нужно лишь задавать какое-то минимальное значение 15 5 самое минимальное для того чтобы при многочисленном наложении этих поверхностей одна на другую не происходило пережигание потому что когда они накладываются так вот образуется более мягкая отрисовка вот так вот и мы можем рассматривать изучать это строение я временно отключу компоненты процедурной анимации чтобы когда я запускаю рантайм вот у меня вот этого не происходило всего чтобы сборка не начиналась всех этих объектов я просто отключу эти компоненты теперь когда я запускаю они запускаться не будут будут запускаться только в тот момент когда им будет сказано вот это тоже кстати влияние на то когда запускать эту анимацию сборки просто вызовом этого компонента то есть компонента наибол ну здесь я не буду рассматривать это и теперь как менять эти шейдера материал вот есть какой-то у меня ну ладно лишний переключаю этот материал обратно все материал есть и здесь опять же идет многочисленное ветвление в стандартных случаях просто происходит с заменой материала на всем объекте вот то как делается обычная визуализация стандартная архитектурная визуализация в юните когда вот у вас весь домик фактически ну кроме стекла это цельный кусок биометрии или как максимум разбитый по этажам и делается это для того чтобы меньшее количество было объектов и чтобы фпс возрастал то есть идет такое противоборство художников и программистов когда программисты они стараются сделать оптимизированным приложение чтобы оно быстрее работало художники стараются сделать красивее и то и другое трудно удается достичь одновременно чтобы это было и быстро и красиво поэтому перетягивает всегда программист потому что он обычно в крупных каких-то конторах вот таких вот решает собственно вот как и что сделать потому что сначала работает моделлер текстурщик потом все это поступает к программисту и он уже определяет на финальном этапе что и как должно быть поэтому фидбэк идет обратно моделеру соединить все элементы этажа в один для того чтобы меньше было объектов следовательно возрастает перформанс возрастает скорость работы приложения скорость просчета и тогда уже если нужно создать вот такую анимацию все это моделлер будет вручную все это анимировать скорее всего на костях чтобы главное чтобы был единый кусок геометрии каждый элемент будет анимироваться костью то есть для моделлера это сущий ад а для программиста это увеличение производительности но поскольку мы тут рассматриваем все в одном флаконе то есть цель этого курса это воспроизвести все одним человеком весь процесс поэтому тут вот например я для себя решил что гораздо быстрее для ускорения процесса разработки это делить объекты то есть какую-то часть производительности я несомненно теряю зато я могу очень гибко и быстро манипулировать этими объектами то есть к примеру отображать только исключительно какую-то комнату потому что у меня же все это из блоков состоит не только поэтажно анимировать в юнити воспроизводить в юнити и то же самое визуализировать не всю модель менять материалы не на всей модели а на каких-то исключительно специфических моделях вот опять же поэтому разделение объекта на куски сегментации объекта она такую большую существенную роль играет в данном случае в юнити поэтому я теряю какую-то часть производительности но я приобретаю дополнительно массу вариантов для функциональности и это очень существенно то есть время разработки и функциональности теперь что я сделаю вот у меня тут наборчик со всеми скриптами в разделе интерактивити я создам скрипт с названием mat changer этот скрипт будет менять материалы и я создам скорее всего какой-то пустой объект create empty и можно назвать сразу ну например на этом объекте будет повешена какая-то интерактивная часть какие-то составляющие интерактивные набрасываю на него сразу mat changer открываю этот скрипт вот стандартно что находится в c-sharp скрипте и сразу первое что мне нужно сделать это создать лист объектов переменную листа объектов она может быть приватной но я для для визуализации то есть чтобы увидеть что происходит сделаю публичный это public gameobject list квадратные скобки то есть в листе может находиться много этих гейм объектов и назову переменную mat change elements material change elements то есть элементы у которых будет меняться материал теперь при инициализации приложения мне нужно указать все элементы у которых я буду менять этот материал вот у каких элементов я буду менять материал как мне это сделать то есть вот у меня есть некий gameobject list я сохраню сейчас вот он мой элемент interactivity вот он скрипт и вот у него есть лист я могу вот так сделать например 5 элементов 50 получилось 5 элементов и подкладываю туда вот так раз два у каких элементов я буду менять но это неэффективно то есть вот так вот затаскивая все 60 элементов я лично не собираюсь не хочу поэтому оставляю 0 как же мне указать какие элементы менять я могу это сделать сразу для какого-то количества элементов например все элементы первого этажа я выделяю только те элементы у которых есть межрендерер и материал причем можно заметить что у некоторых элементов по нескольку вот у колонны только один а вот этого элемента например два а вот этого элемента например три а у каких-то даже четыре там может быть и так далее вот затесался стейр у которого еще аниматор есть ну ладно бог с ним не важно значит я могу выделить все элементы первого этажа и мне их нужно как-то обозначить то есть задать им какое-то идентификационное значение по которому я могу получить доступ к этим элементам потому что как я именно вот к этой группе элементов могу получить доступ у всех этих элементов в инспекторе есть такая вот в верхней панели есть тег и лейер лейер это слой а тег это некое условное обозначение так вот мне нужно это самое условное обозначение добавить для всех этих элементов я могу сразу создать тег как только я перешел в тег вот у меня есть тут тег я могу тоже создавать какое-то количество тегов всякий раз когда вы новый создаете добавляется пустой слот так что это количество тегов может быть довольно большим одному объекту можно задать только один тег и менять теги в рантайме тоже насколько я знаю возможно но один объект может иметь только один тег вот в одну единицу времени сразу одновременно два тега нельзя и я создам тег floor 01 вот так ну и сразу если создать floor 02 вот появляется следующий слой ну и там к примеру roof сразу можно задавать какое-то количество тегов все теперь выделяю все эти элементы первого этажа и даю им тег floor 01 просто вот так переключаю все довольно легко правда раз переключил вместо того чтобы все их засовывать в лист по одному просто можно им задать тег и теперь в этот лист должны попасть все элементы все объекты с тегом floor 1 как это сделать мне нужно сразу создать публичную переменную паблик стринг строка то есть текстовая надпись я назову tag for ну например mat или mt mat change теги для замены материала save теперь сразу могу перейти к interactivity и у меня есть tag for mat change и мне нужно вот этот самый тег воспроизвести что у меня там было floor 01 вот так чтобы не из скрипта выставлять этот тег то есть find game object with tag можно и так сделать и прямо в скрипте написать но лучше это сделать в виде переменной чтобы можно было теги менять вдруг вам захочется быстро поменять чтобы не лезть в скрипт можно здесь просто подставить и все так будет правильнее теперь в старт при инициализации приложения мне нужно взять лист и присвоить ему game object find game objects with tag вот они game objects очень важно чтобы на конце с было то есть найти игровые объекты с тегом и указываем в скобочках тег сразу скобочку закрою вот здесь в скобочках должен быть указан этот тег и мы подставляем наш вот этот tag for mod change строку теперь что там будет написано вот этот тег подставится сюда обычно здесь вот так вот в скобочках этот стринг указывается название тега можно прописать сюда но мне нравится больше делать вот при помощи переменной потому что скрипт сразу становится универсальным не нужно лазить постоянно там что-то менять выискивать строку так правильнее и теперь мы должны для всех элементов for each для всех элементов что сделать gameobject вот здесь в скобочке указывается для какого типа какой тип для какого типа мы должны все это воспроизвести это может быть материал рендерер в листе в листе этих элементов а у нас лист что содержит gameobject значит мы должны менять gameobject для всех gameobject gameobject обозначим как-то ну например вис или ве как угодно это абстрактное обозначение in в листе вот в этом листе match change element то есть для каждого игрового объекта который будет обозначен вот таким вот образом в листе этих элементов игровых объектов мы должны воспроизвести какой-то функционал что это будет за функционал теперь у нас есть обозначение каждого объекта в листе это вис то есть это такая своеобразная переменная вис вот она у нас доступна и после точки мы указываем что именно мы должны менять то есть мы теперь имеем доступ к каждому игровому объекту и мы имеем доступ к его компонентам после точки я у этого игрового объекта могу обратиться к любому компоненту например к рендереру в котором находится материал вот смотрите вот например объект и вот у него рендерер но он тут меньше рендерер в скрипте пишется просто рендерер и теперь мне нужно обратиться внутри компонента к материалу значит что я делаю после рендерера ставлю еще точку дальше глубже углубляюсь сначала объект потом компонент внутри компонента что материал или материал материалы здесь можно просто материал и у материала уже у самого материала вот например материал этого объекта у него есть шейдер за материалом стоит шейдер вот он шейдер и мы должны присвоить шейдер по умолчанию для всех этих объектов при инициализации какой шейдер будет использоваться присваиваем значение это шейдер у шейдера что мы его должны сначала найти у шейдера мы должны найти find название закрываем строчку в скобочках пишем название в кавычках потому что это стринг надпись то есть внутри шейдера мы должны найти что мы должны найти ищем шейдер что мы у него будем искать вот он универсал универсальный шейдер вот мы полностью должны воспроизвести это название вот так arch arch универсал вот мы его нашли то есть для каждого элемента первый в списке шейдер какой у него есть ему подставляется вот это вот значение шейдер то есть мы его нашли и задали объектом у них может быть по умолчанию любой абсолютный шейдер диффузный там какой-то спекулярный любой но он найдется вот этот и подставится этот всем объектом save и для интереса я сейчас возьму ну и как раз поменяю шейдер материала на аддитивный и как только я приложение запущу для первого этажа для всех объектов с этим тегом шейдер поменялся вот теперь мы смотрим и при замене шейдера он добавляется как инстансированный инстанс то есть получается мы можем независимо у разных элементов влиять на материалы по тегу у нас есть тег и объекты с этим тегом на их материал можно воздействовать то есть вот например у объектов второго этажа остались все материалы как есть я отключаю все возвращается обратно как только я включаю при инициализации добавляется инстансируется материал с измененным шейдером то есть этот материал уже берется теперь не отсюда а он его копия подставляется объекту инстансирования поэтому здесь в кнопочках инстанс из скрипта общ show height мы можем взять полностью весь void on gui для того чтобы сформировать кнопку переносим его вот сюда после апдейта куда нибудь подставляем void on gui у нас нету такого show поэтому мы создадим свою публичную булеву переменную назову ее mat change вот и все вот так и подставляем вот сюда по умолчанию она будет true включена галка будет включена кнопочку кнопочку опущу на 105 пониже и название тоже другое должно быть это floor 01 так для того чтобы только первый этаж просмотреть ну и разумеется чтобы этот скрипт был универсальным многофункциональным еще одну строку надо нам подставить ой это публичная стринг переменная строка button name и подставляем сюда вместо надписи кнопки button name ну и теперь нужно сделать создать функцию которая будет заниматься именно заменой шейдера кнопочка у нас есть вот сейчас посмотрим на кнопочку так вот button name floor 01 и здесь мы можем писать русскими этаж 1 запускаем вот у нас есть кнопочка этаж 1 и мы можем при нажатии на нее включать или отключать вот эту булевую галку теперь что будет происходить если мы меняем это булевое значение мы должны менять материал по этому булевому значению значит пишем функционал вводит пустая функция назову ее виз так теперь что здесь в функционале должно быть если if mat change двойное равно то есть точно проверяем значение если mat change true истинно то в фигурных скобках for each для всех элементов то же самое вот так вот создали for each цикл и внутри цикла мы должны пройтись то же самое вот абсолютно game object elements то же самое условие и для виз для этих game объектов мы обращаемся к рендереру фактически то же самое к материалу материал к шейдеру и для шейдера подставляем значение вот значит вот так а теперь else при другом значении mat change else то же самое можем просто скопировать но в шейдере мы должны подставить другой шейдер и у нас есть вот этот аддитивный значит мы должны сюда подставить вот так слишком много кавычек теперь функция у нас есть и попробуем ее в апдейте запускать просто берем вот сюда подставляем только после скобок точка запятой то есть в апдейте мы будем постоянно в каждом кадре запрашивать эту функцию меняется она или нет а по кнопке мы меняем вот функционал то есть что эта функция воспроизводит что она отдает либо она вот этот шейдер подставляет либо вот этот подставляет смотрим что будет происходить так ошибки идут тоже if таким вот образом не else а if тогда вот так правильнее если значение истина воспроизводится вот это если значение ложно а не else так правильно допустил ошибку так теперь все в порядке запускаемся запускаемся ну вот теперь шейдер подставляется для всех посмотрим какие тут у нас имеются вот у этого материала такой у этого такой только для wood вот вот этот ну то есть вот для всех этих материалов которые были для них произошла замена ну и соответственно нужно поменять а для floor точно так же переключиться на arch additive и какое-то выставить значение переключиться обратно пройтись по каждому глаз не нужно металл фурнитура ну как какая-то тоже поверхность получается там маленькая незначительная так что неважно и вот white walls я бы например поменял на какую-то не знаю не такую наверное но чуть менее интенсивную как-то приблизительно так одноцветная гораздо лучше чем многоцветие вот и меняем обратно для всех остальных шейдер все теперь запускаемся смотр для первого этажа все шейдера для материалов меняются по клику единственное что не совсем удобно что эта кнопка вот где она находится вот она эта кнопка бутон нужно лезть в скрипт и менять там положение кнопки что если если у нас будет два этажа к примеру 5 6 7 8 что делать нам же как-то нужно эти кнопки расположить это получается у нас количество скриптов будет увеличиться это неправильно поэтому нужно вот это положение кнопки тоже менять интерактивно чтобы этот скрипт можно было многократно навешивать вот и использовать несколько раз таким образом воздействовать на разные элементы что нужно сделать у кнопки у нас отступ и размер определяется прямоугольником создается новый прямоугольник new rect и у него есть 4 аргумента вот отступ от левого и верхнего края и ширина и высота значит нам нужно просто сделать публичную переменную паблик тип ее будет rect тип переменной rect button rect прямоугольник прямоугольная кнопка копируем название переменной и подставляем вместо цифрового значения button rect точка какой параметр мы будем брать переменной вот так это выглядит в публичной переменной у нас четыре параметра x y это отступы от левого и от верхнего края и w и h попробуем посмотрим что получится бутон rect точка x вот здесь бутон rect точка y ой после запятой бутон rect точка y запятая запятая бутон rect точка waste и бутон rect точка хай теперь смотрим запускаем рантайм и начинаем двигать по x по y вон у нас там что-то начинает шевелиться waste ширина пошла и high высота пошла вот наша кнопка начинает проявляться уберу статистику пока ширина пусть будет 100 высота что там было 35 что-то около 34 и отступы 10 от левого края и вот сверху мы теперь можем менять на какой высоте наш кнопочек подставлять я рекомендую это делать сразу для кнопок гуишных которые выводятся вот сюда вот и теперь если мы выйдем из рантайма этого делать не нужно у нас обнуляться все эти значения нужно сделать следующее вот сюда на шестереночку нажать левой кнопкой мышки копии компонент вот теперь мы можем выйти из рантайма все обнулились и мы теперь их можем просто поставить под past компонент values подставить значение компонента все мы их подставили то есть значение компонента которые вы меняете в рантайме их легко таким образом скопировать из рантайма посмотрев, что там происходит. А потом воспроизвести уже после того, как вы из рентайма вышли. Теперь, если я воспроизведу, кнопочка окажется на том месте, вот куда я ее поставил. Вот так. То же самое я рекомендую сделать для остальных скриптов. То есть, создать переменную booton-rect, booton-name и теперь, чтобы кнопочка полностью воспроизводилась из переменных отступов, ширина, высота и названия. Для чего это нужно? Вот сейчас теперь посмотрим. У нас есть Interactivity. Теперь я просто возьму Copy Component Past Component As New. И этот компонент у меня вставляется сюда же для этого объекта. То есть, его, получается, его дубликат. И теперь можем подставить Floor 2. кнопочку по высоте еще дальше сдвинуть на 150, например. на 100. Ну, 50 это далеко. 130 пусть будет. Пока так посмотрим. Ой, это Waste. А мне нужно вот здесь. А мне нужно вот здесь. Вот так. 130, 140. И название кнопочки этаж 2. Теперь мне нужно пойти и для второго этажа выбрать все элементы геометрии и подставить Integ Floor 2. Запускаем Runtime. Вот у меня кнопочка второго этажа. Теперь я могу менять для первого этажа и для второго по отдельности при помощи одного и того же скрипта. просто продублировав его. Сразу же для кнопочки чтоб не забыть меняем отступ. Вот так. Копи компонент выходим из Runtime и подставляем Past Component Values все. Это значение теперь сохранилось. 154 должно было быть округлю. Теперь то же самое. Копи компонент Past Component As New третий дубликат. Идем в наш модель Half House выбираем все что относится к крыше и подставляем Roof. Так. Идем в Interactivity Tag который будет меняться объекты которого будут меняться Roof название название кнопки будет крыша запускаем и сдвигаем кнопочку округляю округляю дробные не нужно копи компонент выходим из рантайма чтобы сохранить положение кнопки Past Component Values и смотрим могу менять первый этаж могу менять второй этаж могу крышу менять визуализацию крыши правда меняется только один шейдер у одного материала если выбрать крышу вот а Blackwood второй не поменялся ситуация с количеством материалов на объекте она не просто распространенная она регулярная то есть это как минимум наличие материала со стеклом в объекте который в архитектурке встречается постоянно то есть либо это получается извлекать еще окна стекла в отдельные объекты это уже чересчур я вижу в этом перебор то есть достаточно того что уже все сегментировано на объекте но вот у объектов поскольку имеется какое-то количество материалов я переключаюсь и только один материал меняется то есть нулевой вот самый первый он имеет индекс 0 вот именно он инстанцируется вот инстанс он и заменяется как же быть в случае когда нам нужно поменять скажем у некоторых объектов может быть четыре а то и пять материалов которые используют разные шейдера начинается такая заколупическая головоломка что же нам сделать и поскольку эта ситуация абсолютно характерна для архитектурки для архитектурной визуализации нам нужно ее решить сразу что это будет во-первых вот это ForEach который для всех элементов при инициализации подгружает шейдер универсальный здесь уже ни к чему потому что если он у меня по умолчанию будет подгружать при инициализации для всех элементов вот этот шейдер универсальный сейчас он только для нулевого элемента подгружает если для всех то стекло заменится на универсальный шейдер который не прозрачный абсолютно некорректная ситуация. Поэтому при инициализации я вообще ничего не буду делать. Я просто уберу отсюда. То есть мы теперь избавляемся от лишнего. При инициализации у меня будет подгружаться в лист только список объектов. Причем что характерно, что они сейчас уже в листе имеются. То есть едино-ждание подгрузившись, они здесь вот остались. Поэтому не надо их подсовывать вручную. И вот какое-то количество у каждого материала. Например, у пола их три. У вот этого элемента два. И они не обязательно идут в таком порядке. И мы должны обращаться к каждому материалу. Поэтому при инициализации я ничего делать больше не буду. Достаточно того, что лист у меня уже есть. И теперь в цикле для каждого элемента у меня есть каждый этот элемент. И я могу обращаться к каждому элементу. непосредственно. Поэтому теперь все остальное происходящее ложится на функцию вис так. Где у меня два состояния обозначено. все, что мне нужно делать, это внутри вот этого forEach вот на этом месте вот здесь создать новый цикл. Снова forEach. forEach forEach и теперь уже условия будут следующие. Мне нужно найти материал в in м какой материал то есть будет m вот я вот так обозначил m в чем вис вот в этих элементах в каждом рендерер рендерер и вот тут очень важный важный момент я не в материале а в материал это вот разные вещи вис рендерер материал то есть внутри рендерера имеется много материалов поэтому здесь нужно обязательно указать материал теперь мне нужно сделать следующее значит поскольку единственный из всех материалов единственное исключение это стекло то есть все остальные материалы имеют шейдер они используют шейдер универсальный архуниверсал и только стекло как исключение работает с другим шейдером и поэтому здесь речь идет об исключениях то есть может быть еще какой-то материал который использует другой какой-то шейдер но в данном случае у меня исключение одно стекло и это самое распространенное исключение поэтому я для стекла если если в условии если я говорю если м то есть материал name name имя материала точно соответствует тому которое я укажу в кавычках а это у меня глаз windows вот если это вот этот материал глаз windows то м шейдер шейдер материала я присваиваю вот shader find шейдер find какой это у меня арш глаз вот мне нужно взять вот это все и подставить вот сюда то есть если в каждом в каждом объекте из листа и в каждом материале будет найден материал с таким названием то шейдер для этого материала должен соответствовать стеклу и он будет подменяться на стекло как какой бы он ни был потому что у нас же галочка включена булево состояние вот это material change true следовательно автоматически у нас работает функция подстановка этого материала то есть при инициализации уже не нужно подставлять материал shader все это будет глаз а вот во всех остальных случаях else во всех любых других случаях мы берем material shader копируем эту строчку и во всех остальных случаях подставляем универсальный shader вот так поэтому для всех других материалов если это не глаз window то подставляется универсальный какие бы они ни были с их настройками уже готовыми теперь мы берем вот этот for each и подставляем его вот сюда вместо вот этого то есть мы теперь не для одного элемента меняем не для material shader render material shader а для всех материалов поэтому мы ищем каждый материал и то же самое делаем но воспроизводим здесь shader аддитивный вот этот берем его название и подставляем сюда и для стекла и для всего остального сохраняем save теперь смотрим какие будут отличия включаем вот вот что произошло смотрим вот он глаз и он подменился на ARF универсал смотрим что тут явно что то работает не так верно поскольку мы видим что все shader на всех этажах меняются на крыше вот полностью для всех материалов все shader вот это очевидно но при этом стекло все равно подменяется на универсальный почему так происходит причина простая вот замечаем у объектов название материала поменялось подставилось еще в скобочках instance и вот это очень важный момент потому что нужно тоже для названия материала в имени если мы используем if material name и какое-то имя нужно в скобочках подставить instance смотрим ну вот теперь материал стекла на месте и при этом мы можем его делать аддитивным и заметим что вот например поскольку стекло является исключением то мы можем ему не обязательно аддитивный shader подставлять а мы можем создать например мультипликативный чтобы было поинтереснее и стекло у нас будет либо аддитив blend альфа-бленд либо мультипликативный и я все-таки не удержусь и это сделаю вот он shader мой где он я его ищу арш аддитив дублирую ctrl d то есть сейчас shader был продублирован и теперь вместо аддитив мультипли копирую название нажимаю enter и теперь двойным щелчком открываем этот shader все что здесь нужно поменять вот он арф мультиплей это поставить название чтобы мы могли его выбирать и закрыть двойным слэшем аддитивную часть а мультипликативную открыть в таком виде сохранить save все это все что нужно теперь для вот он матченджер мы должны подставить это название вместо арх аддитив подставить для window glass арх мультиплай и сохранить теперь идем материал и настраиваем его заранее выбираем glass window смотрим здесь как это будет выглядеть переключаем его на арх мультипликативный и явно нужно поменять немножко ну например вот так создадим какое-то небольшое вот такое затемнение чуть-чуть пусть будет желтовато так интересней и переключаем обратно на глаз теперь когда мы включим runtime так что происходит то же самое я не подставил instance глаз windows instance вот почему он у меня не поменялся вот это нужно учитывать вот теперь все нормально один материал использует аддитивное наложение другой мультипликативное на объекты внутри это никак не касается и они перекрывают у нас все другие объекты полностью и то же самое со вторым этажом то же самое с крышей и мы видим насквозь полностью все объекты вот таким образом ну и разумеется все вот эти текстовые названия они могут быть выведены отдельно в переменные стринги для того чтобы может быть название же материала другое глаз windows и для того кто скрипт написал вполне понятно что нужно поменять внутри скрипта а для человека постороннего это будет очень даже непонятно то есть вполне возможно что не сразу определили к примеру дадите моделеру вот этот скрипт он не определит что нужно в скрипте поменять вообще туда не полезет даже поэтому у него будет скрипт этот работать неправильно поэтому для того чтобы была полная универсальность нужно вот эти стринги выводить в паблик вот для этого создаем новую переменную публичную паблик стринг текстовую название называться она будет глаз материал и сразу присваиваем ей значение глаз windows ну чтобы она уже была инициализирована и разумеется поскольку это стринг вставляем в кавычки поскольку это название материала вот он глаз windows и никакого инстанса там нету и как в этом случае быть мы берем теперь вот это название переменной и подставляем его вместо глаз windows и вот таким вот образом плюс пробел можно плюс из и кавычки вот здесь то есть вот здесь вот внутри перед скобкой инстанс должен быть пробел тогда мы точно попадем в название материала теперь нужно взять вот эту строчку и скопировать ее вот сюда же поскольку она повторяется то есть получается что мы для названия материала подставляем сначала вот эту строчку и складываем ее с этой строчки получаем некое комбинированное название материала смотрим как это работает ну вот теперь у нас добавилась переменная глаз материал и везде где этот скрипт указан везде подставилось название глаз windows по умолчанию оно всегда будет подставляться такое если материал какой-то другой ну к примеру в одном из наборов вот здесь например исключение другое то есть какой-то другой материал используется там я не знаю стекло другое какое-то или еще что-то то есть мы можем его менять название просто взять подставить и внутри скрипта еще подставиться в скобочках instance тогда попадание будет полным и работает все абсолютно точно так же только какой-то конкретный один этаж только крышу можем сделать прозрачный вот первый второй третий ну и в завершении полностью по всему скрипту посмотрим материал ченджера что еще мы можем здесь подправить ну например для удобства какие-то переменные сделать приватными вот к примеру весь лист можно сделать приватным чтобы не видеть его зачем нам смотреть на весь этот лист точно так же более зачем нам смотреть на этот флажок появляется или пропадает он смотрим ну вот теперь количество переменных сократилось существенно и этого вполне достаточно все работает все при инициализации подгружаются все наши элементы в лист апдейт апдейт обращается к функции вис так то есть в каждом кадре у нас проверяется вот эта функция она в свою очередь проверяет булевое значение изменено оно то есть верно оно или ложно потом берет все наши элементы в листе которые мы подгрузили по тегу и для каждого для его рендерера берет все материалы и соответственно в материале мы ищем исключения по названию материал name используем переменную плюс instance и если это название таково то для этого материала шейдер подменяется на тот который мы укажем в других случаях шейдер подгружает другой материал материал подгружает другой шейдер заговорился то же самое если условие ложно мы просто берем и подгружаем другие шейдера для материала то же самое но шейдера другие ну и кнопка которая просто меняет значение истинное оно или ложное галочки ну вот собственно и все теперь мы можем менять материалы шейдера у каких-то элементов надо сказать точно так же что здесь есть масса вариаций то есть масса вариаций возможно можно для каждого исключительно материала создавать это условие то есть if нашли название материала у вас же может быть какое-то большое количество материалов на объекте это конечно нежелательно делать то есть больше 4 лучше не использовать ну максимум 5 значит уже путаница но тем не менее такая такой вариант есть что несколько исключений тогда снова if снова точно так же создаем название для материала исключения еще одного и точно так же если в условии мы указываем что должно происходить то есть просто большее количество if будет а else то же самое для всех остальных которые в исключение не попали будет другой шейдер подставляться то же самое если мы хотим например использовать не по тегу у нас тут find gameobject swift tag мы можем брать непосредственно сам лист уже не инициализировать его а инициализировать его переменную то есть это будет публичная переменная лист куда мы добавляем объекты для чего это нужно делать для чего нужно иметь такой такую вариацию скрипта потому что у нас тегов то немного у нас например имеется вот эта панель и она является частью второго этажа но вместе с тем она является частью спальни если мы возьмем несколько вот таких элементов окружную мы можем их использовать более унифицированно более выборочно на более низком уровне как элементы принадлежащие какой-то комнате тогда мы можем использовать не только по тегу но и по предназначению этого какому-то ну какой-то другой группе и точно так же например щелкнули кнопочку и там у нас все элементы которые являются частью спальни то есть все объекты шкафы и стенки которые сразу выделено что это за место какие комнаты у нас перечислены где они находятся это довольно хорошо визуально выглядит ну такая вариация она может быть она может и не быть и тут количество вариантов она начинает ветвиться я просто говорю какую-то такую мысль которая сразу походу появляется ее можно реализовать просто сделав такой вариант скрипта где не по тегу мы берем а уже вручную подставляем объекты их не так много будет для комнаты но тем не менее потому что например мебель она же тоже может быть частью этажа мы тоже можем ее использовать то есть не только вот эти объекты а и все объекты этажа либо покомнатно либо еще как-то например только кровать и взять только кровать и в скрипте в листе только кровать тумбочка то есть какая-то мебель принадлежащая спальне принадлежащей гостиной кухне и так далее таким образом визуализацию можно дробить сегментировать делать ее довольно гибкой чтобы одни и те же объекты входили в состав различных групп которые можно менять визуализировать выделять ну вот собственно на этом все